Вопрос-ответ. У группы обучающихся мануальной терапии появились вопросы. Какие? Задавайте. Олег, многие люди задаются таким вопросом, у кого проблемы с позвоночником и позвонки часто влетают, а кто часто обращается к мануальным терапевтам. Вот многие мануальные терапевты с первого сеанса вставляют позвонок и потом советуют пройти, допустим, до 10 сеансов для того, чтобы закрепить результат. А другие терапевты могут вставить позвонок только после, например, пятого сеанса. И люди задают много вопросов, почему один мануальный терапевт делает так, а другой делает так. И им начинает казаться, что тот, кто им вставляет позвонок после пятого сеанса, он немножко мошенник. Вот ответьте нам на этот вопрос. Нет, никто не мошенник. И правы на самом деле и тот специалист, и этот специалист. Дело в том, что у нас воздействие на тело человека достаточно грубое получается. И все зависит от клиента, какой человек пришел. Как я говорил, консистенция мышц бывает разная. Во-первых, степень зажатости каменнообразная, деревяннообразная, пластилинообразная, сметанообразная. Ну, мягкие мышцы. Если человек молоденький, то ему вообще достаточно одного сеанса. Его там чик-чик поправил, да, мануальную коррекцию позвоночника сделал. И он ходит там два месяца, три месяца к вам не приходит. И только там что-то случилось, где-то может прыгнул, да, компрессионный раз, вот так, по позвоночнику. И через полгода он к вам только возвращается. Говорит, вот, а вы знаете, а мне не надо было ходить. Сам клиент говорит, у меня и так все хорошо, да. Есть же люди сложные, которых надо вот разбить ему вот эти вот спазмы, да, вот эти вот триггерные зоны. Это долгий процесс работы с ними. Как правило, это больно, соответственно. У них еще мышцы не адаптировались к массажным движениям. Адаптируются только на четвертый-пятый сеанс, как правило, да. И после сеанса предупреждайте сразу, что два-три дня могут мышцы поболеть. Ну, у кого-то, кто спортсмен, может один и поболеть, да. У бабушек, может быть, и неделю может поболеть. То есть, видите, это все подход индивидуальный, персональный. Как правило, вот я расскажу дальше. Если у человека болезнь Бехтерева, например, да. Вот был у меня такой один клиент. Лет примерно 50 ему было, таджик. Что получается? У него вообще ничего не хрустит. Вот у него такой сколиоз, ой, не сколиоз, а кифоз. Горб такой на спине. И как я ему не давлю, как не давлю, как не жму там долг, там все силы. Но ничего нет, даже хруста никакого нет, да. Что такое болезнь Бехтерева или, не дай бог, фуристия? Это уже когда идет кальцирование не только позвоночника, а не только... А, стеофиты я стер. Вот здесь стеофиты появляются, да. А идет уже связки, хрящи начинают кальцироваться, да. Естественно, тут грубого воздействия сразу такое, чтобы хруст был, даже нельзя делать. В этих случаях лучше не доделать, чем перестараться. Никогда, кстати, я предупреждаю вас, как специалистов, никогда не старайтесь прямо на 100% выложиться. Особенно в первый раз. Лучше не доделать. Это вас предохранит и как бы человеку всегда объясняете, что нельзя. Нельзя в первый раз прямо вот так вот сделать, да. Да, стеофиты, да. Да, поэтому нет никакого закона, это глупость, что вот это 10 сеансов, вот ходите, все, да. Это где-то вот у кого-то там засело еще с совковых времен, потому что в санаторий ездят, да, а там время ограничено. И назначают вот 10 сеансов и все, да. И следующий там пошел, да. Здесь же мы, когда индивидуальный подход вырабатываем, да, может быть для человека калкумутов достаточно 3-4-5 сеансов, да, и ему все, вот уже хорошо. Либо мы видим, что у него позвонки подвижные, шаткие, да, нестабильные, то есть называются. Получается, наш мышечный корсет их, то есть мы сделали сеанс, поставили на место, но через примерно 5-6 дней мышечный корсет их возвращает обратно. Значит, нам нужно доделать еще для мышц его дополнительные сеансы. С одной стороны мышцы укреплять, а с другой расслаблять, чтобы корсет его тоже выровнялся. Получается, мы сеансы тоже должны делать не каждый день, да, а вот 2-3 дня после сеанса прошло мышечный спазм, ушел, боли вот эти, крепатура, да. А через 5-6 дней уже начинает позвоночник возвращаться обратно, и мы должны, значит, на 3-4 день вот в этом диапазоне попасть на следующий сеанс. То есть, грубо говоря, следующий сеанс должен быть назначен через 3-4 дня примерно. Ну, там, начало недели, конец недели, я вот так вот распределяю людей. И, соответственно, вот возвращаясь к вопросу, кому вот долго назначают, вроде бы врач-обманщик, он вытягивает деньги. Но на самом деле, вот если у человека болезнь Бехтерева, я ему проделал сеансов, наверное, 60, и только где-то на 55-57 сеанс у него так первый щелчок произошел, понимаете? Вот мы все это, целый год он ходил, да, целый год мы его расшатывали, 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 кровь туда поступала, питала сосуда, хрящевые ткани, а они питаются диффузно только из окружающих тканей, поэтому мы вот этой кровью межклеточной жидкости все вокруг создавали оболочку, и через которые они получали питание. Получили питание, размягчились, да, это время, но этот труд того стоит. Он мне потом был очень благодарен, отходил, по-моему, еще там сеансов 10, вот пока у меня там все уже не улучшилось. Вот. Ну, ответил на вопрос? Да. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, в следующий раз расскажем еще кое-что полезное. Дорогие друзья, я снова у нас рубрика «Вопрос-ответ» по поводу массажа, мануарной терапии, да, и вот возникла какая там проблема? Олег, подскажите, пожалуйста, вот есть клиенты, которые обращаются к коммунальным терапевтам с различными болезнями, такими как болезнь Бехтерио, которая очень серьезная для того, чтобы обращаться с ней к коммунальным терапевту, ну и какие есть еще болезни, о которых подписчики и сами пациенты должны знать, прежде чем обращаться к коммунальным терапевту. Так, ну, вопрос, конечно, очень интересный и полезный, правильный. Это, вот мы сейчас обучаемся, да, мануарной терапией, это еще касается вашей профессиональной этики и безопасности, потому что никому не хочется, чтобы клиенты на вас потом жаловались, да, или уходили поломанные и потом кучу грязи выливали там в интернете, в социальных сетях. Естественно, вы должны успевать, во-первых, поговорить с человеком, объяснить ему, в чем проблема, и как ее решать, быстро или долго сложно, да. И вот в нашем случае по принципу не навреди, навредить на самом деле достаточно сложно. Если мы берем человека, ну, достаточно молодого, там лет 20-30, да, у него еще нет ни остеохондроза, так в развитой форме, да, ни остеофитов, ни артрозов, а когда человек, который к вам приходит лет 60 уже, да, у него это все достаточно развито, и, соответственно, с ним надо просто осторожнее делать все эти приемы. Вот смотрите, в чем все это происходит. Каждая косточка, ну, ты вот красными нарисовал, да, при соединении с суставом она обладает хрящиком. Вот, вот, нарисован черным светом, да, хрящик одной косточки с другим хрящиком практически не соприкасается, хотя они на самом деле очень гладкие, такие как зеркало, как вот, не знаю, ну, самая-самая скользкая поверхность льда, да, и, в принципе, они могут служить человеку лет 100-200, там, спокойно, не повреждаясь, да, они находятся, кроме того, в капсуле суставной, да, в которой находится синавиальная жидкость, и даже не соприкасаются с друг другом, потому что синавиальная жидкость между ними хотя бы 1-2 микрона зазор оставляет, то есть они не трутся, понимаете, то есть они не изнашиваются, не трутся, значит, не изнашиваются, из-за чего возникает проблема, либо с травмой, да, порвалась, наверное, жидкость вытекла, да, либо от обездвиженности, она начинает высыхать, ну, там, питание неправильное, да, метаболизмы плохие, она начинает высыхать, и суставы все-таки начинают теряться друг от друга, вот, это начинается артроз, артрит, начинается боль, соответственно, вот они тут соприкасаются и трутся, да, вот эти хрящики, если не лечить их, то они так сотрутся до кости, понимаете, и тогда уже кость будет соприкасаться с косточкой, это будет вообще больно, это вот бабушки не могут ходить, у них колени даже не сгибаются, да, из-за чего? Из-за того, что опять, первая причина в чем была, если на реальной жидкости нету, высохла, да, или мало там ее образуются, почему? Потому что везде в теле человека и в костях есть сосуды, то есть везде всегда приходит питание, а капсула, она закрыта герметично, там питания, сосудов никаких нету, туда питание приходит только диффузно, с процессом осмоса, из-за трещих тканей, и вот мы, массажисты, это как раз и обеспечиваем, если человек малоподвижен, ну, сидящего в жизни, грубо говоря, или там водитель, да, постоянно за рулем, у компьютера, у него нету питания, мы гоним кровь, да, гоним нишклеточную жидкость, гоним лимфу, все оно вокруг начинает работать, процесс осмоса работает, и ткани напитываются, сеновиальная жидкость появляется, хрящик устанавливается. Если этого не происходит, объясняйтесь своим пациентам, то тогда организм начинает сам себя обезопасивать. как, он сюда гонит кровь, образуется через кости нового сосуды, маленькие мелкие капилляры, да, они гонят кровь сюда, как бы залечивая это место, и в итоге приносит кальций, получается, вырастает костный отросток, понимаете, и что происходит, еще хуже, кость трется об кость, в итоге, понимаете, это очень больно. Так же происходит, ну, в этом случае, показаны ли вот эти вот наши изломы, да, в этом случае уже нет. Обязательно приносите, попросите у клиентов в целях вашей же безопасности, как специалиста, принести, да, МРТ, рентген, там, любое описание от врача, да, чтобы вы клиенту объяснили, что вам уже все, уже нельзя делать, да, либо делалось, но только аккуратно поглаживать, без вот этих, без челчков, соответственно, что происходит при обездвиживании человека, ну, малой подвижности, как говорится, рельсы, по которым не ходит поезд, ржавеет, по-любому, да, то же самое кольцирование происходит вот этот вот мышцинный раствал, ну, как правило, мышцы вересенообразные, да, и каждая мышца заканчивается сухожилием, сухожилие крепится где-то вот в бугорку косточки, да, сухожилие начинает кольцироваться, вот это место, представляете, соответственно, вот то, что мы слышим хруст, это не всегда хруст костей, когда вот косточки за косточки вышло и встало обратно, а это еще вот связки, которые подошли, твердые, мы их разрываем, и такой другой получается, такой, как будто бы ткани порвались, это эти связки, начинают микронадрывы над ними происходить, да, и, соответственно, если микронадрывы, ой, в смысле, есть, ну, вот это уже болезнь Бехтерева называется, да, кольцирование связок, то можно повредить просто порвательную связку, оторватель, да, поэтому в этом случае можно ли делать, или нет, конечно, при болезни Бехтерева любой врач скажет, что лучше не делать, но если к вопросу подходить осторожно, постепенно, да, не за один сеанс на сто процентов пытаться, вот там, и поправить, да, а убедить человека, что это процесс долгий, только на двадцатый, там, тридцатый сеанс, у вас будет уже расшатанно достаточно мышцы, они окрепнутся, потому что к ним кровь и питание будут подходить, да, к связкам, то они уже начнут более гибкими быть, тогда вот уже можно будет делать, да, постепенно, и, соответственно, вот болезнь Фуористье, это что, это когда уже кольцируются не только связки, но уже мышцы начинают кольцироваться, представляете, уже фломастер закончился, мышцы как бы атрофируются, да, они атрофируются, они становятся, вот так я говорю, каменнообразные, да, может быть, это не вся мышца, а только вот начальный момент кусочек, да, ну, в этом месте, просто если сразу подойти, грубо воздействует, но можно сломать, конечно, нельзя, конечно, сначала только массажем, опять же, в возрасте у человека появляется, вот я вот эти наросты нарисовал, остеофиты, остеофиты, это что такое, это вот, какой-нибудь рисует уже, это вот край кости, где сустав, да, она обрастает грубой тканью, кольцируется опять же, да, и у нее получаются шишечки вот такие, которые могут касаться мышцы, да, связок, они могут отлететь кусочек, ну, уже просто, извините, фломастер, не пишет, кусочек может отломиться, да, и он сам побеждать уже другие ткани, поэтому, ну, как правило, это уже, когда людям за 60 лет, они, у клиентов всегда спрашивают, какие у вас проблемы, они обычно об этом уже знают, ну, в таком случае уже тоже не нужно делать массаж, уже противопоказано, потому что эти отколовшиеся осколки будут царапать и травмировать окружающие ткани, вот, и если вернуться назад, немножко, вот еще нету человеку этих проблем, да, но у него вот начинается астроз, начальная стадия, да, у него организм что делает? страхуется, он начинает окружающие мышцы вокруг спрессовывать, они как бы его держат, дополнительный корсет, да, вот тут, как раз наша работа, то есть мы должны сначала эти мышцы расслабить, убрать с них вот этот спазм, может быть даже уколами, блокаду сделать, да, и только после этого работать уже с костями на мануальную терапию, понимаете, так что вы должны это понимать и клиентам объяснять, что нельзя на 100% сразу бац и помочь, вопрос можно, еще вопрос, такого характера вопрос, при переломе в шейке бедра массажист может восстановить поступление туда вот, различные крови, там, разогнать лимфу, при переломе в шейке, да, да, показано то, что, ну, во-первых, нас сначала надо закрепить, то есть перелом должен как-то быть предотвращен от постоянных движений, да, мы, как мануэль-сероперты, нет, локси не надо, локси уже ломать ничего не надо, но любой массаж, это уже известный установленный факт, он на 20-30% ускоряет заживление и сращивание костей даже, да, устранение, после сращивания костей, костная мозоль еще образуется, она тоже быстрее рассасывается, если есть массаж, как я и говорил, ткани окружающие начинают питаться, да, и они, ну, метаболизм, улучшается метаболизм, грубо говоря, так, все, я ответил на вопрос, поехали дальше, а если вы нас смотрите, то подписывайтесь на наш канал, Академия Интересных Альтернативных Практик, познавайте больше, приходите к нам на тренинги, и получайте знания из рук в руки, на живую, прямо для приема, применения в жизни, и на живую,